Привет, меня зовут Виталий, паблик Lada Races Club, подписывайтесь, все ссылки в описании, там вы найдете наши всратые песни, мемасы, ссылку на Boost, если хотите вдруг нас поддержать, и наш контент. Соответственно, сегодня я расскажу вам, дам вам небольшой брифинг по Malifo, что вам нужно знать перед тем, как прийти на обучающую игру. Я бы крайне рекомендовал первую свою игру провести не на кухне с другом, разбираясь в правилах, а именно с опытным игроком, который уже знает, что делать. Если вам вдруг посчастливо жить в Нижнем Новгороде, вы можете обратиться ко мне, если нет, то ищите свой локальный чатик, в принципе, это несложно. Почти в каждом городе, по крайней мере крупном, есть игроки в Malifo, которые, я думаю, будут рады вам помочь. Сегодня я расскажу просто базовую информацию, с которой вам будет гораздо проще играть в ту первую самую игру, вы гораздо больше поймете на обучалке. Какую информацию я, в принципе, предоставлю? Это будет информация по карточкам, то есть как их читать, что у них написано. Это будет информация по базовым действиям, которые вы можете выполнять во время своих активаций, своих моделей. И немножечко расскажу про механику рандома, то есть про то, как же флипать ваши карточки из колоды. Соответственно, перед тем, как я начну, хотелось бы рассказать причины, по которым, в принципе, стоит играть в Malifo. Первая лично для меня это спортивность игры. Она неплохо сбалансирована. В ней есть система рандома, но ее можно нивелировать различными путями. Поэтому играть в игру достаточно напряженно, интересно. В плане какой-то интеллектуальной, тактической, стратегической нагрузки играть в нее очень прикольно. Плюс ко всему, в нее можно, в принципе, играть фаново, нарративно, то есть с друзьями, там, на кухне. Это тоже доступно и возможно. Вторая причина — это небольшое количество моделей, которые вам нужно купить. Конечно же, в одну коробку, в две коробки вы вряд ли обойдетесь. И желательно, в принципе, конечно же, покупать хотя бы, там, 2-3 кейворда своей фракции. Но для начала вам, в принципе, там, хватит, условно, 3-4 коробок, если мы говорим про какого-то среднего мастера, про какую-то среднюю расписку. Игра достаточно комплексная, игра достаточно сложная. Поэтому каждый раз, когда вы играете в новую партию, вы, скорее всего, находите для себя что-то интересное. Видите для себя нового противника. Видите у себя в ростере какие-то новые комбо-возможности, которые можно реализовать, которые можно будет раскрутить в следующих играх. Поэтому игра, в принципе, очень редко надоедает. И не хочется от нее отворачиваться и уходить, по крайней мере, если было бы желание. Вот. Плюс ко всему, у игры достаточно обширный лор. Я про него, в принципе, сегодня ни слова, наверное, постараюсь, по крайней мере. Наверное, ни слова не пророню про этот лор. Соответственно, вы о нем можете узнать либо из официальных книг на английском языке, либо из переводов этих книг, они есть в различных источниках. Либо где-то еще, например, в видео о рассказах лора о Диме Киорква, например, были прекрасные пересказы самых первых книг. Дальше. Что еще важно отметить в этой игре? Необычный сеттинг, необычные миниатюры. Они сначала многим, по крайней мере, вот с теми, с кем я общался, могут показаться не очень красивыми, странными. Но как только вы покупаете свою первую коробку, это ощущение уходит куда-то на второй план. Я вам просто по личному опыту скажу. И миниатюры, скажем так, необычные и начинают вам нравиться. Вот. Есть много чатов по игре, соответственно, есть чаты по городам. Например, я из Нижнего Новгорода, у нас есть нижегородский чатик, где наши игроки собираются на турниры, показывают свои покрасы, где можно спросить что-то по правилам у местных игроков, договориться, встретиться на игру, на обучалку. Поэтому, если вы вдруг живете в Нижнем Новгороде, приходите, пишите мне в личку, я проведу вам обучалку. Если вам не повезло жить в Нижнем Новгороде, вы из какого-то другого культурного города, то пишите, можете, в принципе, также мне, можете добавиться в какой-либо из наших чатов и спросить, кто может провести обучалку. На обучалку, ну, по крайней мере, на первую игру я бы вам рекомендовал прийти все-таки с опытным игроком, потому что игра, как я сказал, уже достаточно большая и комплексная. И самому в ней разбираться, ну, честно, сложновато. Сегодня я лишь дам какую-то, ну, определенную базу, чтобы вам было проще понимать, чтобы вам было проще въезжать в вашу первую игру. Вот, поэтому все равно постарайтесь найти какого-нибудь ментора, который вас обучит. Итак, наверное, основную вводную часть я вам рассказал, как и говорил, ни слова про лор. Давайте приступим к карточке, что у нас есть на карточке наших персонажей. Карточки персонажей выглядят вот так, я не знаю, как она там пересвечена, будет плохо видно, наверное. Неважно, я продублирую ее где-то на экране. Эти карточки двухсторонние, то есть есть лицевая сторона, есть задняя сторона. Соответственно, на этих карточках есть вся информация для того, чтобы вы могли управлять своей моделью, понимать, что она, в принципе, может и что из нее можно выжить. Где-то здесь на экране, наверное, она продублирована, я буду подсвечивать места интереса, места, про которых я говорю, я сам же буду пялиться в карточку, поэтому извините. Что у нас есть на карте? Ну, естественно, у нас есть красивый арт. Вы можете посмотреть, как выглядит ваша моделька в воображении художника от Weird Games. В лямом верхнем углу у нас есть имя персонажа, это то, как называется эта модель. Дальше у нас указано... Ну, вот в моем случае у Никимы написано, что она мастер. Это один из типов моделей в Малифо. В зависимости от того, какого типа ваша модель, вы понимаете, что она может делать, что она из себя представляет. Мастер это обычно самая крутая модель, от которой строится ростер. Во-первых, у нее вместо двух действий, которые она может делать в свой ход, нет всего три действия. Во-вторых, она может использовать такую механику, как солстоуны, камни в игре. Как они используются, я расскажу как-нибудь, наверное, в другой раз. Но просто держите это в уме. Дальше у нас есть хенчманы. Хенчман, соответственно, это такой, по сути, недомастер, но с двумя действиями. Вот. Это все, что вам нужно, наверное, знать о хенчмане на данный момент. Дальше идет инфорсер. Инфорсер это недохенчман. Соответственно, он имеет два действия. Он обычно в единственном числе, он какой-то уникальный, достаточно дорогой. И также не может использовать солстоун, к сожалению. И имеет два действия, естественно. И есть миньоны. Миньоны обычно не в единственном числе, то есть их там, ну, в среднем три штуки. Миньоны имеют разные скульпты, по которым вы их не перепутаете. Соответственно, миньон это такая самая слабая модель, она не может использовать камни. У нее обычно два действия. И она выполняет, скорее всего, функцию какого-то схемранера, то есть делает какие-то действия по миссии. Дальше. У нас есть приписка «Living». Что она означает? Приписка «Living» означает, что после смерти наш персонаж оставит после себя маркер трупа. С этим маркером трупа можно взаимодействовать различным образом. Ну, это я сейчас пока пущу, просто тоже держите это в голове. Если на карточке написано, что там «Living», «Beast», «Undead», если не ошибаюсь, ничего не забыл, то в таком случае модель после себя оставит маркер трупа. Если написано «Констракт», в таком случае оставит после себя маркер «Хлама». Или, как он называется, «Scrap». Если ничего не написано из этого, то значит ничего не останется после смерти. Например, у духов Пандоры такой приписки нет. Они просто растворяются в воздухе, когда умирают. Дальше. У нас есть кейворд. В случае с карточкой «Никимы», которую я держу в руках, здесь написано «Нифилим». Это, по сути, принадлежность модели к какой-то определенной банде. В данном случае «Никима» — «Нифилим», и она может набирать к себе в банду бесплатно «Нифилимов». Если вы будете строить ростер на «Никиме», соответственно, вы набираете туда «Нифилимов» по стоимости, которая написана вот в этом углу. Соответственно, если, допустим, матерый «Нифилим» стоит 10 камней, вы будете набирать к «Никиме» за 10 камней такие же модели. Если вдруг есть приписка «Versatile», то модель также можно взять за свою обычную стоимость. Но если вдруг мы берем модель из каких-то других кейвордов, к «Никиме», например, то в таком случае мы будем вынуждены платить штраф в один дополнительный камень к этой модели. Иногда это имеет смысл, но чаще всего собираться в кейворд, по крайней мере, для новичков оптимально. Дальше. У нас есть вот такие вот кружочки под персонажем, что они означают. Самый левый кружочек, где у нас написано «DF», это физическая защита. По сути, это показатель уклонения. Чем он выше, тем лучше. Соответственно, он отображает, насколько хорошо ваша модель уклоняется от физических атак. Обычно этим параметрам вы сопротивляетесь физической атаке. Дальше. У нас есть «ВП», это «Вилл Пауэр». Соответственно, «Вилл Пауэр» означает ваше сопротивление ментальным атакам. Это тоже защитный параметр. Чем он больше, тем лучше. Большой кружочек посередине означает принадлежность фракции. В «Малифо» вы можете, если вы, допустим, ну, в данном случае я показываю карточку новорборнов, как игрок за новорборнов. Соответственно, если вы играете новорборнами, вы можете к новорборнам брать любых новорборнов и любые кейвордные модели к вашему мастеру. Вот. Это тоже очень важно. Соответственно, дальше у нас есть показатель «МВ», это «Мув». Показатель, на который ваша модель в дюймах может передвигаться. «Никима» может ходить до 6 дюймов. Дальше. Такой показатель, как СЗ. Это размер модели. Здесь, в зависимости от ситуации, но обычно, чем больше, тем хуже, потому что чем больше ваша модель, тем лучше ее видно. То есть «Никима» у нас получается третьего размера. Размер — это такой умозрительный показатель. То есть вы можете ставить свою модель на какие угодно огромные, огроменные подставки, воротить ее, конверсить, как хотите, как вам комфортно, как вам удобно. И это будет абсолютно неважно, потому что все показатели высоты, показатели лосса меряются именно по вот этому показателю сайза. Он тоже очень-очень важен в игре. Дальше. Чуть ниже у нас идут, как вы видите, написано «Abilities». Это способности. Обычно они триггерятся либо по какому-то независимому от вас сценарию, либо работают пассивно. То есть, чтобы использовать эти способности, вам нужно быть в какой-то определенной ситуации. Ну вот, например, давайте посмотрим опять же на карточку «Никима». У нее есть способность Regeneration плюс 2. Она нам просто говорит, что когда «Никима» активируется, она лечит себе 2 здоровья. То есть вам, в принципе, для этого ничего делать не нужно. Действия вы не тратите, просто активировалась «Никима», похилилась 2. Все. Тут ничего сложного нет. Соответственно, все остальные способности работают примерно так же. То есть, если вы что-то делаете, что-то происходит дополнительно. В самом низу у нас есть маленькие баблы с циферками. Они показывают, сколько у моделей здоровья. Так как у нас сейчас мастер, 12 здоровья. Это достаточно большой показатель, достаточно жирная модель. Соответственно, если у нее кончится это здоровье, модель погибнет. Все очень просто. Тут даже снизу подписано «Health», если вы вдруг забудете. Ну и на всякий случай еще раз напомню. В правом верхнем углу вот здесь вот показывается стоимость, по которой нанимается модель. Я сейчас не буду сильно вдаваться в подробности, как собирается ростер. Это вам, наверное, лучше расскажет ваш куратор, ваш, не знаю, как назвать, человека, который будет вам проводить обучалку. Вот. Но если вкратце, то мастер и тотем его берутся бесплатно в ростер, а все остальные модели набираются вот по этому показателю коста. То есть, набирая Никиму в ростер как основного мастера, вы не платите за нее очки. Теперь перейдем к обратной стороне карточки, что у нас тут есть. Здесь у нас все, по сути, разделено на две логические части. Это атакующие экшены, Attack Actions и тактические экшены, Tactical Actions. Вау. Внизу указан размер подставки, на которой должна стоять модель. Соответственно, Никима стоит на 50-миллиметровой большой подставке. Это тоже очень важно. Подставка должна соответствовать. Давайте подробнее разберем экшены. Эти действия, которые у нас здесь описаны, они совершаются за одну единичку действия персонажа. Соответственно, Никима, имея три действия, может, например, сделать три удара своим мечом. Ларлей за Living Blade, который называется. Давайте чуть посильнее углубимся все-таки в действия. Что у нас здесь написано? Сверху написано Range, RG. Это, соответственно, дальность, на которую совершается действие. Также есть различные значки, прописанные к дальности. Вот, например, возьмем атаку Ларлей из Living Blade. Соответственно, здесь есть значок такой царапки. Это означает ближняя атака. Это атака, которую вы можете сделать после чарджа. Это атака, которую вы можете сделать в ближнем бою. Соответственно, если вы находитесь в двух дюймах от противника, вы можете эту атаку совершать. Все очень просто. Вот, допустим, чуть ниже есть Enraged by Insolence. Эта атака имеет эффект ауры. Аура, соответственно, распространяется на самого исполнителя этого действия. И на расстояние вокруг этой модели от подставки в 6 дюймах в данном случае. И, допустим, есть Hurdle Corps. Это просто дальняя атака. Она в 8 дюймах работает. Неважно, находитесь вы в ближнем бою или нет. Также есть атаки с пистолетом. Они, к сожалению, с ближнего боя не работают. И имеют ряд ограничений. Это дальнобойные атаки или стрельба. Вот, и есть действия, например, которые вот Blood for Blood у Никимы. Оно в графе Range имеет пропуск. Это означает, что оно работает, ну, по каким-то абсолютно другим условиям. Не требует дальности или, в принципе, работает, например, на саму модель. Ну, в случае с Blood for Blood мы просто получим 1 урон Никимы. Дальше идет Stat. Stat это показатель, который говорит о том, насколько эффективно вы делаете данное действие. Короче, чем выше Stat, тем лучше. Дальше у нас идет RST. Это значит, что если эта способность направлена на другую модель, то она будет защищаться, если там не прочерк. Соответственно, от хтх-шной атаки Никимы от LRLA будет Resist по дефу. Соответственно, если, допустим, представим такую ситуацию, что Никима бьет другую Никиму, мы будем бить седьмым статом по дефенсу. Дефенс у Никимы пятый. Дальше идет TN. TN это показатель, который вам нужно достичь в случае, если вы хотите успешно применить какую-то способность. Ну, вот, например, в самой простой способности Никимы Blood for Blood вам требуется пройти десятый TN. Плюс вы можете заметить, что у тактических экшенов Никимы есть такой маленький значок молнии. Это означает, что такое действие может быть выполнено вне количества действий. Соответственно, вы можете дополнительно к трем действиям Никимы сделать еще одно дополнительное со значком молнии. Оно будет называться, грубо говоря, бонус, нулевка, как вам удобней. Такое действие можно выполнить всего одно из активаций. То есть вы не можете выполнить и Enraged by Insolence, и Blood for Blood в одну активацию. Нужно выбрать что-то одно. Но это действие вы выполняете сверх активацией, так или иначе. Соответственно, чтобы нам успешно применить эту способность, необходимо добавить четверку. То есть 6 плюс 4 будет 10. Вы получите успех. Все очень просто. Как способности работают? После того, как вы успешно выполнили условия для их применения, ну, например, пробили диффенс противника, дальше покажу, как это работает, либо прошли Total Number, который у вас прописан в карточке, вы по порядку слева направо начинаете читать текст и делать действие. Все достаточно просто. Ну, в данном случае с обилкой Blood for Blood все гиперпросто. Эта модель получает 1 урона. Все прекрасно. То есть вы флипнули 4 или больше с колоды и получили 1 урон Никимой. Все. Давайте возьмем другой пример. В случае с мечом, с Лерлей, ваш противник будет сопротивляться. Это будет уже апост дуэль. Я сейчас постараюсь ее как-то отобразить, показать. Вы соревнуетесь со своим противником. Представим, что у вашего противника 5-й диффенс. То есть, чтобы атаковать его мечом, вы говорите, я Никимой беру, атакую тебя мечом. У меня 7-й стат против твоего диффенса. Соответственно, противник берет свой диффенс. Ну, допустим, для примера 5-й. Вы сравниваете показатель дуэля. Если сумма вашей карты плюс стата больше, чем сумма карты противника плюс стата, соответственно, у вас все получилось. Если равно, тоже получилось, но там уже с нюансами. И вы начинаете выполнять по порядку действия, которые написаны на карточке. В случае с Лерлей написано, что вы таргет, то есть тот, кого вы целили, получает 3-5-6 урона. Вы определяете это чуть позже, расскажу, каким образом. И еще дополнительно вы видите здесь значки. Всего на колоде карт есть 4 масти. Это перья, тома, бараны и маски. Соответственно, если вам посчастливилось достать нужную масть, либо вы каким-то другим способом ее смогли достать, о чем я когда-нибудь расскажу, может быть, вы выполняете дополнительно вот это действие. То есть, также начинаете идти слева направо. У всего есть тайминги, они прописаны в рулбуке, и сейчас я подробно на них останавливаться не буду. В принципе, мы по карточке, наверное, закончили. Здесь больше нечего рассказывать. Перейдем к экшенам, которые можно выполнять. Я не буду рассказывать прямо про все базовые экшены. Некоторые из них, скажем так, не самые полезные. Расскажу только про те, которые в основном часто используются. Это также действия, которые выполняете за единичку. То есть, нужно потратить один из экшенов модели. Напомню, что, допустим, у Никима их 3 штуки. Некоторые действия можно повторять, некоторые нет, о чем я сейчас расскажу. Первое базовое действие, которое чаще всего выполняется со всеми моделями, это движение ВОК. Соответственно, модель просто берет и двигается на свой показатель МВ, который у нас есть на лицевой части карточки. И, в принципе, все. Из важного, что нужно сказать, этим действием нельзя выходить из ближнего боя. То есть, если у вас кто-то завязал, и это действие можно ломать. То есть, вы не обязаны ходить по прямой. Можете походить как-нибудь уголком. Ну, там, следующее базовое действие, о котором хотелось бы сказать, это чарж. Его можно делать всего один раз за активацию. И нельзя его делать, если вы уже находитесь в ближнем бою. Это движение на ваш мув, но строго по прямой. И любое препятствие, имеющее высоту, вам помешает совершить это действие. Соответственно, вы должны выбрать прямой участок карты, по которому вы пройдете своей подставкой. И после того, как вы сделали это передвижение, если у радиуса вашей хтх-шной атаки кто-то попадает, вы можете совершить эту атаку бесплатно. Следующее действие, которое тоже очень важно, его тоже можно сделать только один раз в активацию, это концентрейт. Соответственно, вы просто получаете кондицию фокус плюс один. Фокус — это кондиция, которую вы можете заявить до того, как вы достали карточку из колоды, до того, как вы ее флипнули, и получить плюс на эту дуэль. Как это работает, покажу, наверное, чуть позже. Дизенгейдж — это, опять же, движение, и его можно заявить только, если вы завязаны в ближнем бою. Я сейчас не буду подробно расписывать, как это делается, потому что это достаточно будет грузно. Но я думаю, что ваш мастер об этом расскажет, и вы должны, наверное, знать о том, что такая возможность в принципе есть. И еще одно очень важное действие, которое есть в Малифо, которое можно также совершать, — это интеракт. Его нельзя совершать, если вы уже завязаны в ближнем бою, или если модель дизенгейджилась в этом ходу. Соответственно, можно сделать один из трех вариантов, как интеракт будет работать. Во-первых, самый, наверное, базовый вариант применения интеракта — это выполнение какой-то определенной стратегии. Ну, например, вы можете заложить бомбу на вражеской территории, потолкать тележку, поднять какой-то предмет миссионный. Короче, все, что прописано в условиях миссии, обычно подразумевает какой-то интеракт, какую-то интеракцию с собой, и вот это действие интеракт как раз позволяет это делать. Это действие не ограничено, поэтому если вы можете сделать интеракт несколько раз, делайте его совершенно спокойно. Дальше, какой еще есть вариант разыгрывания интеракта? Вы можете взять схем-маркер, и он для вас будет считаться дружественным, и положить его в базовом контакте с моделью. Можно класть под подставку, можно класть прям в аккурат-в аккурат, тут как вам комфортнее. И важно еще упомянуть, что такой схем-маркер не может быть выложен в четырех дюймах или ближе от другого вашего схем-маркера. И последний вариант разыгрывания этого действия. Вы можете убрать все схем-маркеры, в том числе дружественные, которые в базовом контакте с подставкой этой модели. То есть, по сути, можно, например, встать на три схем-маркера противника и одним интерактом все их снять. Так работает. С базовыми действиями мы, наверное, с вами закончили. Сейчас расскажу немножко про колоду Malifo, как она вообще выглядит, что она делает. Колода Malifo выглядит примерно вот так. Ну вот это, наверное, одна из самых таких базовых обычных колод. Она достаточно хорошо читаемая, она достаточно простая для новичков. Она разделена по цветам, то есть вы видите прекрасно, какая масть издалека. Большие цифры тоже достаточно читабельные и понятные. И здесь прописано, какой тип урона вы нанесете этой карте. Это очень удобно. Рекомендую брать такие хорошие читаемые колоды для начала игры. Обязательно для игры иметь колоду с мастями Malifo. Вы, конечно, можете играть простой покерной колодой, но это создает дополнительные усложнения, поэтому рекомендуется приобрести, ну вот, какую-то такую играбельную колоду. Они продаются везде, короче, на SRM. Кто-нибудь с Рупом их продаст. Купить в официальном магазине – это несложно. Давайте покажу сейчас небольшой нарративный пример, как выглядят дуэли, как работать с колодой. Итак, давайте я наглядно покажу небольшой пример того, что можно сделать на столе. Как примерно происходит игра. Сейчас у нас будут всего две модели, просто для наглядности. Давайте начнем с активации нашей Никимы. Как вы помните, она мастер, у нее есть три действия. И еще она может сделать одно бонусное бесплатное действие с значком молнии. Давайте попробуем их все. Мы бы, наверное, хотели прийти в ближний бой, но, как я уже померил заранее, восьми дюймов здесь нет, чтобы я мог напасть на монстр хантера, поэтому для начала я совершу движение. Это базовое действие Vogue, о котором мы с вами говорили. Я могу его ломать, и давайте для наглядности я его поломаю, чтобы вы понимали, как это работает. Я двигаю Никиму на 2 дюйма, но подвигаю ее еще, скажем, в эту сторону на 2 дюйма. Ну и, допустим, я зачем-то хочу подвигаться вот так. Это может быть полезно, например, если я хочу напасть с какой-то определенной стороны. Дальше я использую действие Concentrate и получу кондицию Focus Plus 1. Кондиция Focus Plus 1 позволит мне более эффективно атаковать, более эффективно защищаться и совершать какие-либо другие действия. После этого я пришел в эффективный радиус драки Никимой, и я совершу чарж. Я не обязан совершать чарж по самой короткой дистанции, которая есть до модели. Я могу совершать его в сторону. В принципе, чарж можно совершать необязательно с атакой в конце. Вы можете сделать чарж в пустоту. Но помните, что такое действие может быть выполнено только единожды за активацию. Соответственно, Никима совершит чарж и встанет вот сюда. Это действие было выполнено по прямой. Мне ничего не помешало пройтись. И я совершу обычную атаку. Радиус атаки моего меча 2 дюйма. Но я пришел в 1 дюйм, чтобы дополнительно разыграть свое бонусное действие. Я не буду заявлять фокус на эту атаку, потому что я так хочу. Я не обязан этого делать. И я атакую монстр хантера мечом Лерлей. Я говорю своему противнику о том, что я атакую его седьмым статом по диффенсу. Противник смотрит и говорит мне, что у него пятый диффенс. Соответственно, мы производим апост дуэль. Дуэль, в которой игроки друг с другом соревнуются. Никима атакует. Здесь мы достали тройку плюс ее стат семерку. Соответственно, общий показатель дуэли у нас 10 плюс масть. Это дома. И защищается монстр хантер. У него пятый диффенс плюс 11. Это 16. Так как 10 очевидно меньше 16, я не смог попасть. Мне нужно хотя бы равенство для того, чтобы Никима попала своим мечом и поразила цель. Но в самом начале игры, точнее, в самом начале каждого хода, мы набираем себе руку. Обычно это 6 карт. И из этой руки, если дуэль была положительной, либо без каких-либо модификаторов, в данном случае модификаторов не было, я могу ее почитить. И я положу вот такую карточку. Это 11 масок. В итоге теперь у Никимы есть 18 и маска против 16 и тома. В данном случае для защищающегося масть абсолютно ничего не означает. Никакого триггера у него нет. Но вот у Никимы есть триггер на масках, который называется Show aside. И после того, как мы нанесем урон, я смогу его применить, если все условия будут соблюдены. Давайте для начала пронесем урон. Здесь указано на карточке, которую я вам, опять же, наверное, вывел на экран, кривая урона. 3, 5, 6. Соответственно, сверяемся с табличкой из рулбука. Она у меня есть на карточке подсказки для удобства. От 1 до 5 это слабый урон. От 6 до 10 это средний урон. От 11 и более это большой урон. И джокеры у нас приносят дополнительного вкуса в игру. Черный джокер означает 0. И он всегда приоритетный над всеми возможными картами, в том числе и над красным джокером. И красный джокер это самый большой урон плюс единичка. Он также приоритетен над другими картами, кроме черного джокера. Сверяем, сколько карт мы должны флипнуть в дуэли, потому что в Малифо важно, насколько точно мы попали по противнику. В данном случае 11 плюс 7, 18. И 11 плюс 5, 16. Разница в 2 единички. В таком случае мы прибегаем к нашей таблице и смотрим, что дэмэдж флип должен получить минус карту. Что это означает? Мы всегда по стоку флипаем одну карточку и можем к ней получить либо минусы, либо плюсы. В данном случае мы получаем минус, и это означает, что мы флипаем обычную карту, плюс-минусовую карту, и выбираем из этих двух результатов наименьший. Потому что это минусовая дуэль, и она нас обязует выбирать меньшую карту, либо джокера. В данном случае джокеров мы не увидели, поэтому мы просто выбираем самую маленькую карту. Четверка, как у нас указано в табличке, дает нам маленький урон. Маленький урон у нас вот здесь отображается, как троечка. Соответственно, это маленький, это средний, а это большой урон. В данном случае мы делаем 3 урона нашему противнику. Это лучше тоже отобразить на столе. Дальше мы можем заявить действие бонусное на карточке Никимы, потому что оно идет вне наших трех активаций, вне наших трех действий, которые мы уже совершили. Соответственно, у нас есть стат 6, тотал, который нам нужно получить, это 10. Соответственно, четверки нам будет достаточно для того, чтобы это действие было успешно совершено. Я достаю карту, и это, к сожалению, тройка. Так как это был чистый флип, я могу использовать карту с руки, чтобы действие стало успешным. 6 плюс 7 равно 13, нам нужно было 10. В итоге все получилось. Никима наносит себе 1 урона, и благодаря своей способности Black Blood наносит противнику еще один дополнительный урон. На этом активация Никимы заканчивается, и наш противник остается в живых всего лишь в двух дырках. Ну а теперь его активация. Давайте посмотрим, что нам противопоставит наш противник. У Monster Hunter есть способность к выстрелу. Обычно модели не могут стрелять, но конкретно Monster Hunter может считать свою стрелковую атаку как атаку ближнего боя. И может атаковать ей в ближнем бою соответственно. Поэтому давайте попробуем атаковать. У Никимы 5 защита. Стреляет Monster Hunter 5 статом по пятой защите и по диффенсу соответственно. Monster Hunter атакует с фокусом. Давайте также отобразим кондицию фокуса у него, и также сразу же снимем. Перед тем, как флипнуть карту, можно заявить фокус на дуэль. Monster Hunter достает 2 карточки и выбирает из них, какая ему нравится больше. Конечно же, 11 с масками ему нравится куда больше. Никима защищается также с фокусом и тоже возьмет 2 карты из своей колоды. У Никима в сумме получается 15, у Monster Hunter в сумме получается 16. Разница в единичку, и наш флип должен получить минус. Но, так как Monster Hunter использовал на своей дуэли фокус, фокус дает дополнительно на флип урона дополнительный плюс. Соответственно, вместо минуса мы будем флипать чистую карту. В этой колоде урон отображается точечками, и здесь очень удобно написано, что мы даем второй урон с карточки. Второй урон у нас 4, и Никима просто получает в себя 4 урона. Один у нее был, поэтому отображаем как 5. За способность Black Blood Никима возвращает 1 урона своему обидчику, потому что находится в одном дюйме от него. Дальше мы продолжаем активацию Никимы. Никима решает, что количество превалирует над качеством и будет опять атаковать несчастного Monster Hunter и сделает обычную атаку мечом по лицу. Она снова заявляет, что ее статус 7 и атакует она по диффенсу. Monster Hunter напоминает, что у него 5 диффенс. Поехали. У нас здесь есть пятерка, плюс 7 это 12, и Monster Hunter защищается девяткой, плюс 5 это 14. К сожалению, нам опять не хватает, поэтому мы используем карточку из нашей руки, чтобы попасть. Давайте используем семерку для наглядности. 7 плюс 7 это 14, 9 плюс 5 это также 14, дуэль равная. Что в таком случае происходит? Мы попали, но попали мы очень плохо. Дэмэдж флип будет вместо одного минуса получать 2, и к сожалению, из трех карт мы должны будем выбрать меньше, поэтому мы понадеемся на то, что достанем Джокер. Давайте доставать. Оп, какая невиданная удача. Мы достали Джокер. В другом случае мы бы взяли единичку, как меньшую карту, но красный Джокер превалирует. Он может быть выбран вне зависимости от того, минус или плюс мы получали на урон. Что означает красный Джокер в данном случае? Красный Джокер говорит, что мы берем самый большой урон, который у нас есть на карточке, это 6, и добавляем к нему еще один дополнительный урон. Красный Джокер это то, что вы всегда хотите увидеть на урон. Но если бы вдруг красный и черный Джокер попались бы вместе, мы выбрали бы, естественно, черный Джокер, и это была бы очень неприятная ситуация для нас. Вот так вот я покажу для наглядности выглядит черный Джокер. Соответственно, если бы они попались у нас вместе на урон, в любом раскладе, в плюсовом, в отрицательном, мы бы выбрали черный Джокер, и урон наш был бы равен нулю. Но в данном случае нам очень повезло, и мы выбрали красный Джокер. Это целых 7 урона. Конечно же, такой атаки со своими 6 хп он не переживает. И давайте обратимся к его карточке. Прежде чем брать модель со стола, мы понимаем, что она осталась уже совсем без здоровья, мы должны положить маркер трупа. Перед тем, как убрать свою модель, владелец трупа кладет корпус-маркер в базовом контакте. Можно сделать это, например, под подставку модели. Так тоже работает. И убрать свою модель. Никима справилась со своей задачей, но у нее есть дополнительная задача, которую она хочет выполнить, и у нее остались для этого действия. Никима хочет заложить бомбу на территорию противника. Именно для этого она сюда и пришла. И она делает действие интеракт. Соответственно, она кладет маркер стратегии. Допустим, в данном случае это будет бомба, которую нужно заложить на столе. У нее осталось еще одно действие, и она может, например, уйти дальше по своим делам. Давайте совершим действие мув на 6. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы вы, в принципе, понимали, как в общем и целом работает эта игра. Я, конечно же, здесь сделал не все, что мог, и сделал не очень эффективные действия, но для демонстрации, я думаю, этого будет вполне себе достаточно. Более подробно вам уже расскажут на обучении. Если у вас есть какие-то вопросы по игре, то прошу задавать их в комментариях. Можете попросить меня сделать видео, например, по каким-то другим темам, связанным с обучением Malifoy. Я постараюсь их также сделать. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на Vlader Racing Club и поиграем вместе с вами.